Всем привет, с вами Ник, мы продолжаем играть в Харстоун, проходить головоломки Бума. Окей, у нас остался последний босс, это клонист Зерик. Надеюсь, он будет не очень сложным. Клонирование, конечно, дело веселое, но... Да. Надеюсь, что это будет не очень сложно хотя бы. Утор! Паладин за паладинчика! Ух! Будем паладинчиков спамить? Воспроизведите положить... Да-да-да-да-да, это я знаю. Меня! Забавный чувак. Самопожертвование. Болвар. Получает плюс один к атаке, пока находится так. Мне нужно, чтобы он три к атаке получил, то есть два паладинчика должно умереть. Да? Да. Как же сделать так, чтобы паладинчики умерли? Просто и легко сделать как-то так. И вот так. Так, теперь можно поставить нашего... Нет, стоп. Слишком много существ умерло. Давайте заново. Да-да-да-да-да, я знаю. Я работаю. Так, вот так. Теперь ставим Болвара. Или можно бота отхилить? Нет. Это глухая идея. Какие-то карты. Зачем мне эта штука? Так. Так. Теперь можно удариться вот так вот. Все, прошли. Изи. Зачем вот эта карта? Вы меняетесь картами. Зачем мне с тобой меняться? Мне плевать, какие у тебя там карты, чувак. Серьезно. Давайте следующее. Следующее. Так, что тут у нас? Мини-ми-ми-ми-ми-ми. Ну, вы поняли. Чем звезды и гномы. Ну, давай проверим. Я надеюсь, что у нас все пойдет гладко. Дает контроль над существом противника. Вот такую бы карту в ХС. Ее нет, если что. Да. Могу ли я как-то украсть вот этого великана, если я сделаю минус 2 к атаке? Нет, вряд ли. А что мне надо украсть-то у него вообще? А, ну вот этого чувака и надо будет украсть. То есть надо сделать тогда, получается... Где минус 2 к атаке? Я не понял. Тут что-то было же минус 2 к атаке. А, вот. Он и делал, окей. Так. Так, теперь я могу его забрать. Но он при этом не получил бонус обратный свой. Стоп, а зачем я его зельем забрал? Я хотел его не с зельем забрать, я хотел его вот этой девочкой забрать. Да, 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 да. Подожди, а зачем нам его забирать? Зачем я его забрал, если теперь у него... Да, это не так работает. Скорее всего, здесь нужно именно украсть его вот этим вот... Вот этим заклинанием. Вот так вот. Так. А украсть надо как-то великана. Либо убить его. Блин, а вот это сложно. Это серьезно. Это проблематично уже будет. Как забрать великана, я не знаю. Я могу ему сделать только 6 к атаке, но мне нужно сделать ему не 6, а 3 атаки. Это невозможно. Разве нет? Смена здоровья, может, как-то поможет в этом роде. Хотя вроде бы нет. Видимо, нужно великана красть именно с помощью вот этого заклинания. Ну, допустим. Могу ли я сделать как-нибудь... Минус 2 к атаке. То есть, если я сделаю сейчас вот так... Потом сделаю ему еще минус 2 к атаке. Это я просто пока проверяю. Не обращайте внимания. Да, у меня тогда не получится украсть жрицу тьмы. Не так-то все просто. Решение есть. Найди его. Ну, тебе легко говорить, чувак. Сложно. Вот у него реально какие-то сложные загадки. Хотя, я уверен, со стороны это смотрится, наверное, как-то очень просто. Так что я вообще туплю жестко. А если я вот этого заберу себе? Хочу вот этого, допустим. Теперь делаю так. Не-не-не-не. Хотя... У меня не хватает маны вот на эту женщину. Без нее никак. Ее надо 100% разыгрывать. То есть, она у нас жрет 6 маны. Значит, у нас чем меньше... Тем больше вариантов. Попробуй еще раз. Ну, давай попробуем еще раз. Так. Если я использую это заклинание, то я не могу украсть великана. Ой, не могу поставить жрицу, так как... Ну, поставлю я жрицу, окей. И все, как бы. Но великана надо красить таким образом. Это 100%. По-другому великана никак не украсть. Я могу, конечно, 4. Если у великана будет 4... Ээээ... Сложно. Очень сложно. То есть, если я сделаю, допустим, сейчас... Поменяю местами, потом сделаю минус 2 к атаке. У великана будет 4 здоровья. И я все равно его не смогу украсть ни этой картой, ни этой картой. Поэтому его надо красть 100% с помощью вот этой штуки. Но если мы крадем его с этой штуки, то значит, жрицу нельзя использовать. А жрицу никак не убить. Ведь так получается. Получается, что так. Жрицу никак не убить. Что же тогда делать? Как же это... Это реально сложно. Ой, отвали, чувак. Что это было? Вы видели? У них у всех было ноль. Это было жестко. Подождите, а куда она его справа же поставит? Да, неудобно ставит. Не туда, куда надо было бы. Жестко, жестко, жестко. Все должно быть идеально. Жрицу. Можно ли как-то убить жрицу? Я могу сделать ей минус 2 к атаке. Я могу поменять ей здоровье. У нее останется 2 здоровья. Что я могу сделать с этим? Я могу украсть ее. Ну, зачем? Может, мне сначала просто ее поставить? У всех ноль. Вот что я сделал. Подождите. Я методически сотворил. Так, еще раз, еще раз. Надо подумать. Великана никак не украсть, кроме как вот через вот это вот заклинание. Его надо 100% использовать. Как сделать так, чтобы я поставил жрицу и при этом у меня еще осталась мана? Никак. Надо как-то украсть существо с атакой 3. О, кажется, идея. На самом деле нет, это глухая идея. Все должно быть идеально. То есть даже если я сделаю вот так, сделаю плюс-минус 2 к атаке, то 4 у него будет, я его все равно не могу украсть. Как-то не крути, как-то не вертись. Его не украсть. По-другому способу, кроме как вот этой штукой. Нельзя допустить ни малейшего изъяна. Точно ведь никак? Отхилить. Жрицу можно украсть на толку-то. Нельзя применить к этой цели. Два. Минус 2. То есть я могу сделать как-то вот так вот, смотрите. Смотрим, собраковка. Поменять ими местами здоровья, атаку. Украсть себе великана, которого я забыл отхилить. Украсть жрицу. А, ну да, надо сначала снова поменять. И украсть жрицу. Ага! Понятно, понятно. Смотрите-ка, мы можем ее убить, потому что она сразу же может идти в атаку, если ее с зельем украсть. А если использовать темное безумие? Да, тоже, тоже будет то же самое. То есть если сделать вот так. Дальше с зельем. Крадем ее. Делаем так. Крадем своего великана. Вообще-то надо было сначала это сделать, но да ладно. И... И все, и мы проиграли. Так, ну идея понятна, идея понятна. Теперь хотя бы есть какой-то план у нас. Не каждый путь ведет к совершенству. Я знаю, чувак, я знаю. Ну что здесь сделать вообще вот так вот? Получи в лоб! Посмотрим с работы, Крик! Получи в лоб! Что я делаю? Идеально, я считаю. Так, Крик! Если украсть. Вот так. Получи в лоб! Получи в лоб! Так, теперь... Вот так. Не, это глупо. Это существо сможет атаковать мой следующий код. А вот эта карта, она не дает рывок существу. Ага. Здесь надо красть ее. Каким? Спрашивается только образом. Это надо сделать. Почти-почти. Почти-почти. Что если тогда мы сделаем следующее? Сделаем ей минус 2 к атаке. Да-да-да-да-да, я уже чувствую. Украем мы... Украдем ее с помощью зелья. Теперь поменяем местами атаку здоровья всех существ. Так я забыл отхилить этого чувака. Да. А куда? С какой стороны он его поставит? С другой. Ага. Тоже неприятно. Тоже жестко. Тогда можно сделать вот так вот. Отхил. Забираем его себе. Делаем тебе в минус. Крадем тебя. Меняем местами атаку здоровья существ. Убиваем одно существо. Изи! Еееее! Скил! Блин, господи, это было реально жестко. Это было супер жестко. Ну что ж, следующий, окей. О, нет, ну за что? Что я сделал не так, господи? Хорошие художники в кафе. Великие художники. За что? Что за дичь? Окей. Окей, я что-нибудь придумаю сейчас. Сейчас придумаю. Тут главное просто хорошо подумать. Ща, 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 ща. На самом деле выглядит достаточно просто. То есть мы делаем просто вот так вот. Давай, ты тоже мейм, прозвиви. Это 3-3, 2-3, 3-1. Броня. То есть два урона могу только нанести. Окей. Могу еще вихрь запилить. Давай еще запилим вихрь. Почему билет? Слишком много спамишь, чувак. Как я должен теперь убивать? Ну окей, как-то, видимо, должен. Заново. Что-то я не то сделал. У нас одна казнь. Что если просто сразу же убить вот этого чувака? Чтобы он не мешался. Сделать вот так. Так. Теперь сделаем броню. Ударим вот этого нехорошего гоблина. И сделаем еще вихрь. Изи! Победа! Всти сюда! Победа! Это было легко. Это было реально легко. Следующая, пожалуйста. А следующая головоломка у нас будет... Господи, что это? Что происходит? Нет, я не хочу! Я не хочу! Никакой дилеммы смертокрыла. Я не знаю. Сложно воссоздать то, что... Что это такое? Что это за карта? Призывает копию вашего выбранного существа с одной единицей здоровья. Как можно убить все? Я хочу просто убить все. Это возможно вообще? Да, у нас есть пиромант. Меняет местами атаку и здоровье. Почему бы нет? Давайте первым делом начнем с этого. Сразу почистим стол. Окей, хорошо. Смотрите, кстати, они прикольно стоят. У них у всех одинаковое количество здоровья. У моих существ, у противника. Так. Если я сейчас использую плеть, то останется в живых. То есть всем нанесется по два урона. Останутся гоблины, останутся еди в живых. А вот пиромант умрет. Это будет не очень круто. Я бы побольше урона нанес как-нибудь. Давайте так что вот этого чувака поставим. И попытаемся теперь наносить урон самым жирным. Допустим Смертокрылу. Так. Теперь надо отхилить пироманта 100%. Без разницы, каким заклинанием. Давайте вот этим. Хочу еще пироманта себе. А нет, он сначала использует. Черт, это же не так работает. Окей. Давайте еще отхилим пироманта. Почему бы нет? Или Смертокрылу тут вообще не обязательно убивать, да? А, ну так это полегко, блин. И тут просто не надо убивать Смертокрылу, вот и все. Я просто что-то... Да, 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 да. Давай первым делом начнем с самого интересного. Это поменяем местами, а такое здоровье. Потом удешевим наше заклинание. Не знаю зачем, вроде ведь так хватает. Но я удешевлю на всякий случай. Я хочу отхил... Я не хочу пока отхила никакого. Давайте какое-нибудь бесполезное заклинание используем. Пять уронов всего надо нанести. Это легко, честно говоря. Это реально легко. Надо куда-то нанести два урона вот этим заклинанием давайте себе в лицо. Так же давайте Стражницу Нару используем, чтобы восстановить здоровье нашего пироманта. Давайте еще отхилим его, наверное. Да? И еще используем Астральную Плеть. Вроде легко было. Это реально было очень просто. Победа! Отлично! Остался последняя головоломка в этом крыле. Мы почти с вами прошли его. Две крысы. И... О, господи, сколько карта! За что? Что я сделал не так? Боевой клич. Выберите существо. Предсмертный хрит призывает его копию. Это что такое? Вы призываете копию ваших существ с неполным здоровьем. Ну окей. А это что? Ваше выбранное существо получает рывок. Давайте посмотрим просто, что у него за карты. Да, но мы призовем его существа, конечно же, сейчас. Я не приболтаюсь. Я не проболтаюсь. Я просто посмотрел, какие у него карты. У него крыса, значит, эта карта нам вообще, по сути, не нужна. Ну, наверное. Так. Мне надо сосредоточиться. Немножко сосредоточиться. Уверен, что тут больше, чем кажется. Копии существ с неполным здоровьем. Нет, что-то глупое какое-то было решение. Давайте заново. Хотя, как мы его можем убить, кроме как два вихря и рывок? Нас ждет успех. Не подвесен. Да вроде никак, да? Только рывок и два вихря. Больше по-другому мы его не убьем. Так что мы должны дать ему рывок. И обязательно ему дариться. А, нет, тут одного вихря хватает. Окей. Тогда сделаем по-другому. Меня устроит только идеальный результат. Да как скажешь, чувак, как скажешь. Первым делом даем ему рывок. Призывает его копию. Вот так что ли? И мы получаем два рывка. Окей. То есть можно сделать вот так и вот так. Теперь мы можем сделать вот так. Нет, я что-то сделал не то. То самое чувство, когда ты сделал что-то не то. Да, его крысы ранены, у меня крысы не ранены. Ой, иди ты. Давайте крысу. Могу ли я как-то убить одну из его крыс? Нет, но я могу призвать вместо этого в конце матча. Окей, я понял тебя. Так, стоп, не-не-не-не-не-не. Сначала рывок дадим ему. Первым делом рывок. Теперь вот так. Так, хорошо. Хорошо. На самом деле ничего хорошего. Сейчас сто процентов надо вот так делать. И теперь мы можем только убить своих крыс. Ну, точнее своих бронников, а не крыс, я имею в виду. Угу. Сложно. Не каждый путь ведет к совершенству. Крысу, значит, не используем. Тогда просто делаем рывок. Эту штуку улучшаем. Получаем два рывка. Блин, если бы они не наносили урон моим крысам, серьезно. Моей крысе. Одной. Может, есть какой-то план тут. Сделаем вот так. Опять я, по-моему, что-то не так сделал, да? Крыса. Крыса. Больше боли. Больше боли. Больше боли. Говорит наш союзник. Враг. Я чувствую, где-то вот тут совсем рядом уже разгадка лежит. Вот буквально очень близко. Два мана у нас еще есть. Нарку крысу, значит, эту оставляем. А вот эту надо как-то сделать. Два четыре. Одну надо бы убить вообще. Но это невозможно, да? То есть я мог бы сделать вот так. Получить и поставить вот так. Но тут что-то как-то не складывается. Окей. Дубль десять. Решение есть. Найти. Может быть, не надо вообще использовать вот эту крысу? Но то, что надо сделать вот так вот, и вот так вот, это сто процентов. Но когда это надо сделать с другой стороны? Потому что надо убить этих бронников в любом случае. Это единственный способ убить это. Вот так сделать. Вихрь. А еще одну крысу-то не получишь. Вот еще в чем проблема. Можно ли убить как-то одну крысу? Что эта штука делает? Ага. А что если сделаю вот так вот? А, не-не-не. Мне маны не хватит. Окей. Что я делаю? Я не знаю. Мой мозг, он не расплавленный. Я уже не понимаю. Это слишком сложно. Почему нельзя было сделать чуть-чуть полегче? Буквально капельку. Еще раз. Призывайте копии ваших существ с неполным здоровьем. Копии ваших существ с неполным здоровьем. Нельзя допустить ни малейшего изъяна. Если я ставлю крысу, то он ставит другую крысу. То есть крысу здесь по сути не надо использовать. Либо можно, либо нельзя. Ну как я могу убить другую крысу? По сути никак. Нужно ли призывать вот так вот делать, как я делаю? Или нет? Ну вот то, что нужно использовать рывок, это 100%. Потому что нужно убить вот этого бронника. Иначе не будет симметрии. Интересно. Как же тогда поступить? Два, 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 два. То есть он нанесет два, еще получит два. И типа одному еще нанесут. То есть максимум я могу нанести вражеской крысе. За этот матч я могу нанести... Как же назвать своего клона? Четыре урона. Номера. Это слишком унизительно. Думаешь? Ох, боже мой. Если бы я мог оставить себе вихрь в руке, я бы прошел эту миссию сейчас. А так черт ее пройдешь-то. Ооо, у меня идея. Ну я не знаю, как ее реализовать. То есть по сути я могу сделать вот так вот. И когда я призываю крысу, он тоже призывает крысу. У нас становятся типа равные крысы. Но вам тоже нужно иметь крысы на столе. Так как убить я их не могу. Мне нужно именно как-то через крысу все сделать. Убить одну крысу вообще возможно? Давайте посчитаем. Можем так четыре, пять. Это призвать, это сегодня. Так два. Значит это раз. Это сделаем сюда. То есть мы можем сделать вот так. Сразу же. То есть без рывка. Вот тогда мы не убьем их. Тоже вариант. Но мы не убиваем тогда их. И тогда это тоже невозможно. Это обязательно нужно сделать с рывком. А если мы сейчас пытаемся делать с рывком... Да-да-да, успехи. Делаем ему рывок. Можно сделать вот так. Ага. Вот оно как может быть. Если я сейчас поменяюсь. Это я просто типа хочу проверить кое-что. И поставлю так, то он призовет свою крысу. Это уже интересно. Это уже интересно. Потом я поменяю карты. И буду вот так вот. Крыса один. Крыса два. Когда я смогу по сути... Не-не-не, немножко не так. Это больше, более, больше. Еще больше, конечно. Да я знаю, что есть, блин. Я не могу его найти. Но у меня что-то так уже, знаете, что-то уже забрезжило в голове. Типа как-то можно это пройти. Мне кажется, вот так вот сто процентов надо делать. Так. Мне кажется, копию точно надо призывать крысу своей. Без копии никак. А чтобы призвать копию крысу, это надо сделать вот так вот в самом начале. Мне тогда слишком мало остается этой. Ну, вы понимаете. Вот так. Вот так. Блин, а у него остается тогда вот эта штука. Я не смогу третью крысу-то поставить. А у меня и маны не остается на нее. Уже почти похоже. Уже почти похоже на победу. Но пока еще далеко от победы. Не все мы идеальны. Пока я работаю над этим. Угу. Как скажешь, чувак. Как скажешь. Можно ли как-то поставить крысу, не ставя крысу? Никак. У него две крысы. То есть четыре. Крысы всего получается. Надо не дать ему разыграть больше, чем одну крысу. Но по-самому разыграть две крысы. То есть... Да, как-то так это звучит. Наркоманский, я знаю. Давайте так. Меняемся картами, чувак. Ставлю пару крыс. Ну, блин, тогда идет слишком много крыс. Опять же. Блин, уже место опять, видимо, заканчивается. Разыграть чуть-чуть подвисает. Больше, да, больше, я знаю. Убить-то мы можем. Но одна крыса лишняя. Пять крыс. Ааа, как жестко. Все должно быть идеально. Так, но тем не менее, неважно как. Мда. Я не проползаю! Я не проползаю! Больше боли. Как скажешь. Еще больше. Больше. Хм, предсмертный хрип призывает его копию. О, как оно! Я могу крысы копию призвать. Смотрите, как интересно получается. Я понял, кажется. Я начинаю понимать. Как это можно пройти? Практически. Теперь надо только это как-то реализовать. Окей, сейчас попробуем. Так, рестарт, пожалуйста. Так, хорошо. Да не, ничего я не хочу думать. Я уже все понял, что возможно это сделать. Здесь надо 100% призывать копию. Копию своей крысы. Минус в том, что крыса остается с 5 хп. И у него еще одна крыса, которую я могу поставить, по сути, не боясь вообще ни за что. Я могу сделать вот так. Хотя нет, я так не могу сделать. Неужели крысу надо делать уже в самом конце? В начале надо типа разминировать этого бронника? Это же бронник, ведь он называется. Его бронником называют. Берсерк, блин. Это не бронник, это берсерк. Что, если я сделаю вот так вот просто? Я не проболтаю! Я не проболтаю! Да, у меня мана тогда не хватит на еще одну крысу. Да и по сути, я им слишком много, много отнял здоровья. Вражеским крысам. Да, я бы не сомневаюсь, я и не сомневаюсь в этом, чувак. Я в этом и не сомневаюсь. Так, вихрь. Так, крыса. Теперь. Копию крысы. Ему надо 100% рывок давать. Да. Немножечко не складывается все. Ему надо 100% рывок давать. Это да. Типа почти, почти, но не совсем. То есть вот так вот получается, а одного хп не хватает. Почти, уже очень близко разгадка. Мы почти с вами это прошли. Не все мы идеальны. Пока. Я работаю над этим. Угу. Рывок. Вихрь. Копия существа. Но тут надо копировать крысу. Копировать крысу надо 100%. Даже не знаю. Копии ваших существ с неполным здоровьем. А что если... Можно вообще упороться и сделать что-то вроде... Следующего. Я буду Зериком Совершенным. Зериком Совершенным. Можно упороться и сделать вообще вот так вот. Вперед армия. А нет, стоп. Я забыл сначала им отнятие жизни. Да, я знаю. Конечно же я на правильном пути. Так, рывок. Теперь копия. Вперед армия. Вперед армия. Я просто хочу это сделать. Ооо. Больше, более. Такие звуки выреквальные. Блин, у меня сейчас место закончится реально. Нельзя допустить ни малейшего изъяда. Так. Мне нужно отойти и подумать. Отойти и подумать. Ща приду. Я тут думал, думал. Потыкал по картам и заметил, что вот тут есть надпись такая. Выберите существо. Предсмертный крик призывает его копию. То есть я могу выбрать любое существо. Даже существо противника. То есть я могу призвать копию вражеской крысы. Не обязательно своей. Мне не нужно тогда использовать эту крысу. Звучит прикольно. А давайте попробуем. Ну, сначала надо, естественно, дать ему рвок. Иначе ничего не получится. Попробуем призвать копию крысы. Не знаю, правильно ли я делаю. Так, чё дальше? Дальше сложно. Сто процентов нужно использовать вихрь будет. В любом случае. Давайте попробуем вот так сделать. А-а-а-а! Я опять всю зафейлил, что ли? Слишком сложно. Может быть. Интересно, он подсказывает так, что я правильно делаю? Или он просто так говорит? Типа рандомные фразочки. Чё, кстати, у него здесь написано? Ко всём стремится к совершенству. Допустим, одну копию мы призвали, окей? И, кстати, вот этот броник не наносит урон этой крысе. Что удивительно. Что же дальше сделать здесь? Ох, как же сложно всё. Я не прополнаю! Я не прополнаю! Больше воли! Ошибка или нет? А-а-а! Сложно! Не каждый путь. Блин, у меня на записи всего осталось пара минут времени. Сейчас я снова прервусь, снова подумаю. Если у меня ещё какие-то идеи возникнут в голове, я вернусь к записи. Да. Боже, ну какой же наркоман это делал, а? Тут какой-то один всего вариант есть рабочий. Его сложно вычислить. С полным здоровьем. Нет, сначала рывок. Начало, мне кажется, вот такое должно быть. Потому что что-то почти похожее такое, знаете, складывается. Давайте ихать, что ли. Ещё крысу. Если попробовать сменить карту, что будет? Я уже не думаю, я уже просто так наугад глацаю. Подождите, смотрите. 2-5-5. Подождите, это победа? То есть, если сейчас он носится один. И у нас будет 3-2-5. Отлично. У нас 3-2-5. И теперь мы можем удариться сюда. Думать вообще не круто. Просто берёшь, короче, и выиграю. Окей, отлично. Сосать, дырявый. Сосать. Это было очень жёстко. Это было реально жёстко. Это было, наверное, даже сложнее, чем последние задания у первого босса. Потому что тут был всего какой-то один вариант, который нужно было... Конечно, не вопрос. Можешь сейчас скрывать. Блин, жёстко. Блин, жёстко-жёстко. Это капец было. А дальше что будет? Я вот боюсь, вот последний. Я последний реально боюсь. Тут какие-то мега-жёсткие задания. Мне кажется, тут будет это на убийство, это на так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, это мы будем заканчивать. Мы прошли с вами квартал отражения, да. Последний квест последнего босса был сложный. Остальное, в принципе, было, ну, такое себе, не особо сложное. С вами был Ник. Большое спасибо за просмотр. Ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...